27 августа сегодня три недели войны натовский цепок топчет землю русскую бандеровских свиней этих я их вообще условно можно считать натовцами потому что прокси война которую они ведут они подписались зелья ежедва это подписали на уничтожение украинский народ бывший дебилов этих тех кто не проголосовал ногами до тех кто решил деньги зарабатывать доллары на уничтожение русских сначала на украине потом в россии и говорится звериный оскал людоедский вот это они до государства 404 уже показан от и до и в то же время их как говорится подельники власовцы до война между власовцами и бандеровцами тоже показали свое табло во всей красе до никаких комиссий о никаких заявлений дубе робко так то вообще аж в оргазме того как убивают русских до корреспондент и против напоминает чеченскую войну как они как падальщики прилетали туда снимать русских пацанов пленных убитых там и так далее и сейчас опять то же самое ну смотрите уже еженедельно да если даже не чаще прилетают ракеты крылатые по аэс беспилотники по атомным станциям ни у кого даже мысли не возникает что это за гранью просто нормальности какой-то да то есть идиоте такая дебилизация полная вот сейчас сижу на этой дороге пик как говорится развития пути низма все что сделать для людей я уже ее показывал допустим несколько раз здесь она вот после дождя поехал за грибами побродил по тайге автобуса ждать еще повер до хера автобусы также классно ходят все выбирает в том числе автобусы и вот вы степу сейчас ролик я с утра так почитал то что допустила цензура я больше читал телегу конечно цензура уже вообще брешет там на всех этих сайтов так или иначе связанных с боевыми действиями такой трешак такой просто патриотический угар такой надуть пытаются лягушку хотя надувать ничего да то есть сказки про выдавливание то все это врага надо уничтожать а не выдавливать такого врага в плен лучше не брать его лучше уничтожать людоедского и опять вот этот удар по хохлядни якобы ответный ну чё размазали могли бы это все херануть по сумской по черниговской области где сейчас концентрация вооруженных сил где они размазали по всей территории что было никак вроде как говорится мощный вроде никак больше трех да ну видно что в гирстабе сидит же 2 полностью что она саботирует я в принципе сейчас убежден более чем что начала вот этой всей спецобсерации а ну были меня лично сразу как я эти кадры увидел когда едут машины и никаких блокпостов и какого перекрытия движения в перемешку с гражданскими значит дорожные светофоры чуть ли не соблюдают то есть бред полный короче под раздачу главное еду то есть куда едут они что поехали дружественную страну это не чехословакия ни разу о дождик пошел ну и кончилось чем да то есть это все была подстава постанова и все это слито было говорят что утечка информации шпионы для более чем понятно что это был договорничок то есть уничтожали армию российскую технику и специально чем сам будет как грисово элитные части высокооплачивая и прочее подготовлены оставили без боекомплекта без жратвы без управления и в итоге компания 22 года это позорище из позоров да да собственно и 23 года это 23 год практически оборона какие-то слово то какое наш небесные штурмы для 21 века это просто ну людоедство все это поэтому так людоедство такое что даже людоед пригожин взбутовался и грохнули его и сейчас сказки расскажут что где-то бегает в африках и так далее смешно блин у вас смысла какой что вот сейчас срочников уберут следующий раз будет заход уберут и срочников да им не дадут тихера боекомплект я просто прочитал вчера такую новость вчера сегодня утром что мужик который вывозил беженцев там раненых передовой на своей машине там у них русская дружина или что-то в этом роде с этого как его рыльска льгос 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 рельска и его значит на 15 суток оштрафовали а он сделал ролик у него последний ролик был что все дуе в течение суток вчера по моему было три ролика что предательство кругу что бардак что управление по-прежнему нет враг там давит со всех сторон подвоза нихера нет на передовую раненых никто не забирает то есть раненые нахер никого не нужно и как бы кричал о помощи просто положены добровольцы вывозить то не представляю как можно что дроны гоняются за каждой машиной поэтому скорость 120 120 120 и вот его арестовали за это его первых штрафов на выписывали он вынужден был заклеить изолентой скотчем изолентой и номера а потом его тормознуло значит гибдд и забрала машину и его салона 15 суток за превышение по скорости где в курчатове по которому херачат дронами и ракетами по реактору ну маразм то есть видите что творится дайте твари без то что на передовую как говорится они очень делают то есть на полном до пола об этом самом как говорится тупом серьезе вот такое вот происходит это все считается нормально да то есть система настроена на геноцид тотальный причем тотальный до абсурдность это вот путинизм этот бляски но уже пост пути низм сдох этот люди верящие в путь кубля не где умиляют своей тупостью просто вот убрать кремлевского этого делала сейчас вот эти вот патрушевские лиги кириенко и патрушевские ли эти стекисты чекистами назвать нельзя даже урази людоеды патрушевские рулят там и маразматики типа панарина там и прочего она просто смотришь на них я хереваешь бля то есть ну знаете я так смотрю на все это и в смысле в чем а не будет россия защищать москву с таким раскладом не будет чуркобесию то москвомат этот нахер он нужен с этой бразе да провались а ну пропаду поэтому и питер не будет защищать тоже провались этот питер с его мажорами поэтому дело как говорится утопающих у них там 500 киловый фронт уже был 700 километров от них уже 500 километров у них все праздники по-прежнему гульба гуляют они так далее я прошлых роликах показывал да то что плитку перекладывать да всякие выдуманные высосанные праздники причем 5 дней в неделю праздники все пошел до всего время я прибежал под это вот не ожидал по дождю то хреново идти ну и с утра был дождь тоже прям вот в тему ролика в общем это никакая не гражданская война как пытаются сказать да вот гражданская типа идет война нет это война на уничтожение русских и все это мировое сообщество похрюкивает радостно от китайских от этих самых финнов до этих до китая там все похрюкивают не говорят про штаты англосаксов этих тварей французи поляков возомнивших себя представляете 21 день да уже официально польские там французские военнослужащие как говорится уже расчехлили тему с телеграммом никакого два удара ответа даже ноты протеста нет на уровне просто просто я хренею применяют химические вещества обедненный уран значит похеру химоружие обеден рамс русских можно всем травить и может поэсб и в это время переговоры верны по какой бля переговорный процесс отчет его половать хуев должен быть разрушен карфаген должен быть срыт и все любовь тоже должен быть срыт вообще вопроса не стоит люди которые нормальные переселять их нахер и все оттуда о филикает у меня филикает это у меня типа чтоб я не проспал как говорится автобус ну сейчас будет ой не то не то не то так сейчас еще читаю конечно как люди там себя ведут просто беженцам квартиры по каким-то диким ценам предлагают двое дороже за душ там три с половиной тысячи рублей при этом государства нет государства вообще похеру десять тысяч кому дало кому не дало отвалите типа то есть просто блин беспредел какой-то и где там международное сообщество добежится россия там турции пожары тушила палатки какую-то африку возила японцев там фукусиво завалы разгребала спальники то куда-то поставляла я да сука в россию ничего не прислала кроме марс северной кореи и монголии все ни одна больше сука не прислала ничего не помогла россия щедрая душа да и внушаешь типа так и должно быть эти твари жидовские и по детишек дайте нам с ростиками надо останавливать заметьте как тело притихло врачей трансфатологов черных которые там органы там вырезаю того же европа бы это жирует в этих органах уже переизбыток и штата и британия и вот эта вся свора которая по зубам не получает так у нее только аппетит еще больше становится до французы сейчас получили в курской области ну все равно накат идет по-прежнему никакого-то обмородина нет все эти демагогия привязывается опять к людям другой эпохи курская битва никакой курской битвы быть пока не видим увидим драм блин бардака опять увидим оля сорок первый год но устали на за три недели уже какое-то управление было и уже и самоинформбюро было и так далее короче и сводки как говорится и левитан и прочее прочее эвакуация предприятия а здесь ничего не видно хера то есть идет саботаж уничтожение похрюкивание раздербаниваться списывания ну понятно что с страстом связано да то есть это жены паразитирующие хотят сейчас уничтожить народ на котором они паразитируют списать его землю на себя переписать тварью это все смотрите веслобоко вот я давал ссылку прошлый раз и кстати интересно когда их посадят или всех этих теток до этого они нихера не видели я удивляюсь когда 10 лет назад юрий снимал фильмы на в 14-ом году в 15-ом как бы пальцем у виска все крутили гриб политику нас не касается снимай про музыку духу ли сейчас вот коснулась коснулась бляха всех интересно и убежать будут до урала и дальше короче добегут до москвы побегу дальше ташкентского фронта сейчас нет ташкент другое государство ташкент бежать и судьба или на каспий до теплый на каспий тоже другое государство смотришь удивляешься какими образиями надо быть закончен все это затеять до всего этого деньги получать и врать просто не зазревает и все причем со всех сторон расчеловечивание сценах зеленский игрок хуев на рояле брать блять и сумасшествие да прилетает ракета по реактору верещание радостное сука дебилы так что-то едет как бы не вахтовка здорово а нет делико делико идиоты зараза идиотизм стал просто нормой это не жизнеспособная цивилизация идиотов которые радуются прилетом по ядерным объектам которые как бы а в ответ значит по это по гидростанции типа тоже вот тоже радости с этого был просто за гранью и по штабам не по войскам не по мостам по остаться по гостиницам ладно ребятки совсем грустно короче со всему блин сижу вот с кровососами как говорится и там кровососы и здесь везде кровососы куда же крестьянину поддаться